Здравствуйте, дорогие зрители! С вами передача «Рука помощи». Ведет ее сегодня Абрам Гринзайт, председатель Союза ветеранов Второй мировой войны борцов против нацизма. Рядом со мной мой друг, солдат Второй мировой войны, участник штурма Берлина, Израиль Гитман, который недавно получил один из первых медаль юбилейную Российской Федерации «70 лет победы над нацизмом». Я бы очень хотел, чтобы Израиль Гитман поделился своими чувствами и впечатлениями о том, что через 70 лет после штурма Берлина он в Израиле получает медаль Российской Федерации. Во-первых, зал, который был сделан для встречи ветеранов войны, организованно, красиво, уютно, и много народу было, и представители России присутствовали, посольство. И когда меня вызвали и вручили медаль, это я почувствовал восторг. Я вспомнил те дни фронтовые, которые прошли с товарищами, которые мы их потеряли, которые остались живы. Значит, когда я получил награду «70 лет победы», я получил заряд энергии. Я почувствовал себя еще в строю с солдатом. Вот. Поэтому я благодарен, понимаете, за эту награду Россию, президента, Путина, и я рад тому, что у нас коллектив участников войны, где в зале нас наградили в рейховоде. Вот. Спасибо нашему руководству за помощь. Спасибо, Израиль. Медаль Российской Федерации «70 лет победы» является не знаком, а орденом, если хотите считать. И мы искренне благодарны и посольству России, Сергею Яковлевичу Яковлеву. Мне хотелось бы выразить нашу признательность глобальному форму «Рука помощи» во главе с Анджей Гасировскому, которые фактически участвуют во всех этих мероприятиях вместе с другими общественными организациями, но они оказывают везде содействие и влияние, чтобы мероприятия прошли торжественно, и чтобы люди получили двойное – и моральное, и физическое, и духовное. Приятно отметить о том, что на этих мероприятиях вручения медали «70 лет победы» Российской Федерации участвовали в ветеранах со своими детьми, внуками, очень много гостей бывает на этих мероприятиях. Проручение продлится три месяца, и мы надеемся, что оно пройдет так же организованно, как было начато. Израиль. Война была закончена 70 лет тому назад. Мы после этого прошли нелегкой дорогой труда. Мы вернулись на свою родину, в Израиль. У нас внуки, правнуки. Как реагируют внуки на знак признания нашего подвига 70 лет тому назад и вручение этих юбилейных медалей? Внуки, у меня шесть внуков, три правнука, четыре из них отслужили в армии Израиля. Внуки, дети очень восхищены подвигами, которые мы прошли. Они восхищены тем, что как мы выдержали тот период времени, когда шла война. Зимой, холод, голод. Они очень рады. И когда они приходят, они одевают медали, костюм, фотографируются. И говорят, дедушка, оставишь мне это на память, чтобы я мог рассказать своим детям. Они очень рады этому. И они гордятся. И в школу они берут меня, чтобы я выступал перед детьми, рассказал о боевом пути своем. И я считаю, что это очень хорошо, когда дети принимают это близко к сердцу. Я надеюсь, что в будущем, чтобы не были войны, чтобы люди жили мирно, и чтобы дети были счастливы, и внуки были счастливы. Вручение медали «70 лет победы» – это акция серьёзная. Она вызывает возвращение памяти о героических дней, труднейших дней войны. Она даёт нам возможность вспомнить и радость победы, которую мы пережили в 1945-м, нам, которым было 19 лет тогда. И она даёт нам возможность думать и о будущем. 16 тысяч медалей российской будут вручены нашим ветеранам войны, ленинградским блокадникам, труженикам тыла и узникам гетто. Они пройдут по всем городам страны. И это наша благодарность за то, что не забыли нас, что память велика тех, с которыми вместе шли в бой под общими знаменами во имя победы, во имя мира на земле. И очень-очень нам, старым солдатам, хочется, чтобы больше не праздновать побед войн, чтобы войн не было, чтобы было мира на земле. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность Игорю Никитовну, директору канала, который предоставил возможность выступить по нём. Спасибо, Игорь. Вы достойный наш друг. Дорогие зрители, с вами была передача «Рука помощи». Смотрите нас регулярно. Наша передача говорит о настоящем и вспоминает прошлое во имя будущего. Будьте здоровы и счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие зрители, субтитры создавал DimaTorzok Дорогие зрители, субтитры создавал DimaTorzok Дорогие зрители, субтитры создавал DimaTorzok